Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Там мы находим нужную информацию, общаемся с друзьями и узнаем последние новости. Однако вместе с возможностями приходят и определенные риски. На просторах всемирной сети орудуют мошенники. Они стремятся получить доступ к личным данным, аккаунтам в соцсетях или банковским картам. Как же обезопасить себя? У самарцев есть свои рецепты. Не вестись на то, что тебе сейчас заплатят какие-то деньги за переход по ссылке. Понятно, не вводить никакие свои данные карты ни в коем случае. Не переходить по подозрительным фишинговым ссылкам. И помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке. Каждые две недели, собственно говоря, проверять телефон, чистить от какого-то мусора. Установить в социальных сетях двухфакторную аудиофикацию для того, чтобы заходить по смски. Ну и никогда, собственно говоря, не переходить по ссылкам даже от знакомых людей. Современные телефоны сейчас обеспечивают возможность, так сказать, своевременной блокировки этих сайтов. Ну, либо я наивная, либо так оно и есть. Аккуратно. Значит, интернет — это тоже такая не супербезопасная сеть, которая мошенит везде, они всюду. Заходить четко по своим требованиям, функции выполнять. Я не захожу, отключаю все звонки, которых я не знаю, незнакомые, потому что однажды я попалась на удочку. И все. Теперь я очень осторожна. В первую очередь, всегда проверять адресную строку. И там вроде есть в каждом браузере такая пометочка, то, что безопасное соединение вроде, если я не ошибаюсь. Вот. Ну и если вам кто-то пишет там Вконтакте и кидает ссылку проголосовать, лучше не надо голосовать. Специалисты говорят, не существует программ, которые могли бы полностью уберечь пользователей от киберугроз. Здесь стоит надеяться только на себя. Если вы не знаете точно, кто это звонит, вы не можете быть в этом уверены на сто процентов. Лучше всего просто игнорировать. Ни в коем случае не открывать письма. Звонки тоже лучше сбрасывать. Есть надежный способ проверить. Просто перезвоните. Тогда вы наверняка узнаете, кто на другом конце провода или за экраном монитора. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События.